В прямом эфире на телеканале Сара Арка, Арка Ньюз, в студии Шинар Медибаева. Здравствуйте. Наша съемочная группа продолжает работать по освещению референдума. Сейчас Виталий Несипаев находится на 17-м участке. Какая информация к этому часу, Виталий? Шинар, добрый вечер. Как видно, за моей спиной не так много уже людей. Впрочем, меньше двух часов у нас остается до закрытия участков по референдуму. Все-таки, конечно же, самая активная часть тех, кто сегодня дал свой голос, пришли в первой половине дня. Впрочем, время еще есть. Люди небольшими группами приходят, тем не менее. Ну, хотя, допустим, уже выездные комиссии, они уже, конечно, закончили свою работу. Это для тех, кто по каким-то причинам не смог лично прийти на участок по референдуму. Сейчас мы находимся на 17-м участке. С нами рядом член этой комиссии по референдуму Елена Фомович, Елена Владимировна. Ну, вот согласны или опровергните, все-таки, наверное, более активная часть первой половины дня пришла? Да. В основном, первую половину дня пришли больше людей с семьями. А сейчас приходят люди уже поменьше, но все равно. Основной группой была людей до обеда. Вы же рассказывали о выездных комиссиях. Я знаю, что среди тех, кого удалось посетить, это и ветеран войны. Да. Я уже неоднократно участвовала в выездных комиссиях в голосовании на дому. В этом году нам, да, посчастливилось выезд на дому к ветерану Отечественной войны, который с удовольствием проголосовал вместе со своей супругой. А, ну, это, конечно, отрадно. А в целом, сколько удалось человек посетить по вашему участку? Сколько было таковых? Ну, на сегодняшний день у нас в выездных голосовании было 22 человека на дому. Ну, 22. Ну, и давайте уже, раз уж мы о цифрах говорим, а к этому часу сколько у вас всего по участку и сколько уже отдались у голоса? Ну, вот в данный момент, на это время уже больше 6... А я вам скажу точно, сейчас вот 18-24. Вот проголосовало уже более 1200 человек. Из? Из 2103 человека. Это... Не, ну, это цифры приличные. Это приличные. Что ж, я благодарю вас, что поделились с нами информацией. Спасибо вам большое. Как я выше сказал, меньше двух часов остается до закрытия участков по референдуму. В Риме еще есть, и те, кто сейчас смотрит наши новости, и, возможно, еще невозможно, а точно успеют. Ну что ж, давайте передадим слово студии, посмотрим, как наши коллеги посетили другие участки. Спасибо, Виталий. Жители Карагандинской области в 2005 году в республике был проведен первый референдум в истории Казахстана. Со своей супругой они не пропускают ни одного подобного мероприятия. И всегда одними из первых приходят, чтобы выполнить свой гражданский долг. Я посетил сегодня свой участок референдума, желая всем казахстанцам мира, благополучия, процветания и ясного неба над головой. Пусть молодые люди станут опорой страны, а наши дети никогда не увидят войны. На каждом избирательном участке созданы все условия для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли беспрепятственно прийти и проголосовать. Конституционные изменения и именно в пользу народа. Вот это я именно поддерживаю нашего президента, Касым Жамар Кемелевича, о том, что сейчас будет народ участвовать в этом во всем, и я считаю, что это справедливо. На каждом участке вывешены информационные бюллетени, и каждый желающий еще раз может ознакомиться с проектом поправок в главный документ страны. Сегодня в нашей стране большое мероприятие, это политическое мероприятие, референдум, народ голосует. Я вот тоже воспользовался своим правом гражданина Республики Казахстан, правом проголосовать за будущее Казахстана. Я сегодня пришла голосовать на референдум. Я многодетная мама и хочу, чтобы у моих детей было светлое будущее. В нашем государстве есть разные проблемы, трудности. Казахстанцы высказывают свое мнение в социальных сетях, а сейчас, опираясь на принцип «слышащее государство», выражаем свое мнение, голос. В республиканском референдуме приняли участие и жители Тимиртау. В городе работали 59 участков для голосования. На некоторых из них побывал и мой коллега Роберт Граф. Курбанбай и Толкен Махмудовы пришли на референдум осознанно, на повестке «Судьба масштабных реформ», от которых будет зависеть будущее страны, а значит и будущее самих молодоженов. Мы давно хотели проголосовать, и нам выпала такая возможность сегодня, 5 июня, прийти и сделать свой выбор. А вот семейная пара Александра и Олеся Ким пришли проголосовать с ребенком. Для маленького Тимофея сегодняшний день навсегда запомнится. Пришли проголосовать за поправки в Конституцию. Ну, наверное, хотим просто поучаствовать в общественной жизни, проявить, так сказать, гражданский долг. Важность конституционных нововведений поддерживают и студенты Карагандинского индустриального университета. По их мнению, реформы направлены на демократизацию всей госсистемы. Я как президент студенческого парламента рада, что избирательный участок находится в моем университете. Это дает большой стимул всем студентам не только быть свидетелями масштабных изменений, но и лично в этом участвовать. Вынесенный на республиканский референдум поправки – это сформированный запрос общества, считает ректор Карагандинского индустриального университета Болатбек Абдрасилов. За своих студентов он спокоен. Каждый понимает важность происходящего. Часть из них впервые принимала участие в процедуре голосования на республиканском референдуме. Для них это большое событие. И я думаю, что вот это событие, которое сегодня происходит, у них останется в памяти, потому что они завтра будут реализовывать в основном те конституционные изменения, которые вносятся сегодня в наш основной закон. Сегодня у каждого демертауса есть шанс выбрать новые перспективы для своей страны. Каждый гражданин может выразить свою позицию напрямую, и каждому дается шанс стать не объектом, а субъектом законодательного процесса, показать, что его мнение имеет значение. Один вопрос, два варианта ответа. Заполнить бюллетень можно в кабине для тайного голосования. Участвовать в референдуме могут граждане Казахстана старше 18 лет. Роберт Графко, Эрот Алиев, Эльмира Бердунгарова, телеканал Сарарка. Активное участие в референдуме принимают и же сказганцы. На сегодняшний день 60% избирателей уже сделали свой выбор. Нуржан Танербергенов продолжит тему. Это участок номер 233. Здесь голосует наибольшее количество избирателей в городе. А это 2300 граждан. 300 из них уже сделали свой выбор до 9 утра. У меня уже есть опыт наблюдателя за участками. Не в первый раз принимаю участие в подобных мероприятиях. На этом участке все проходит хорошо. Всего по Жжсказгану работают 33 избирательных участка. В каждом из них наблюдатели проявляют бдительность, чтобы голосование проходило открыто и справедливо. Также были созданы условия для тех, кто не смог посетить участок референдума. Для тех, кто проходит лечение, в больнице открыли участок в медцентре, где они могут проголосовать. Стоит отметить, что до референдума принимали заявки для голосования на дому. Это делается для тех, кто не сможет посетить участок самостоятельно. Для них доставляли урны для голосования по месту жительства. Я благодарна нашим всем Акимату, тем, кто проявляет такое уважение к таким, как я, кто уже не может сам подойти туда, куда все приходят голосовать. Ко мне приходили заранее, я заполнила заявление и сказали, что придут, и я смогу дома проголосовать. Также на избирательных участках предусмотрены все условия для людей с ограниченными возможностями. Стоит отметить, что референдум в стране проводится во второй раз. Я всю жизнь прожила в Казахстане, 68 лет. Всю жизнь. Я в 55-м приехала, зная, какой был Казахстан и какой теперь стал развитый и хороший. Я всю жизнь 45 лет проработала и живу в Жасказане всю жизнь. И очень довольна всем. Наржан Антон Эрмергенов, Роман Копулов, телеканал СРРК. Голосуют и в сельских округах. О том, насколько активны жители сельских округов, расскажет моя коллега Азиля Джумабекова. Наша съемочная группа находится в Уштубинском сельском округе Бахаржавовского района. Здесь зарегистрировано почти 2500 избирателей. И на 11 часов утра явка составляет почти 30%. То есть более 800 жителей поселка Уштубе отдали свой голос за или против поправок в главный документ страны. С момента открытия избирательного участка сельчане идут, чтобы сделать свой выбор. Одни из первых – старожилы. Для тех, кто пришел на выборы впервые, подготовили символические подарки. К нам на референдум пришел участник, которому исполнилось 18 лет. И от нас небольшой такой подарок. Процесс голосования, согласно протоколу, контролируют наблюдатели. А для того, чтобы население еще раз ознакомилось с проектом поправок, на участке вывешены информационные бюллетени. Люди идут, проявляют свою гражданскую активность. Конечно, вот эти изменения в законе, они внесут большой вклад. Будет, может быть, какие-то улучшения в хорошую сторону, в лучшую сторону, будем надеяться. А жители села Уштубе показали активную явку. На избирательный участок приходят семьями, фотографируются. Дорига Бухарова, прежде чем отдать свой голос, внимательно изучила, какие изменения будут внесены в Конституцию. Мы пришли проголосовать за поправки в Конституцию в первый раз. На самом деле это исторический момент, когда голос народа услышан, меняется мир, надеемся, что все будет в лучшем. Сейчас мы выступаем на новую реформу. Основные поправки – это система Конституционного совета вместе Конституционный суд. Это самое большое достижение. Ну, поправки Казахстана – это земельный кодекс, чтобы по ней всем было доступно, всем жильцам Казахстана. Надеюсь, что будет объективный референдум. Для тех, кто в силу физических ограничений, либо из-за пожилого возраста не может заполнить бюллетень, предусмотрено участие доверенного лица. Карагандинцы активно приняли участие во всенародном референдуме. Несмотря на пасмурную погоду, на участки избиратели приходили семьями. За обстановкой следили независимые наблюдатели. Подробнее в следующем сюжете. Одним из первых свой гражданский долг исполнил секретарь карагандинского городского маслехата Кудайберген Бексултанов. Он проголосовал на участке номер 10 в гимназии имени Ахмета Байтурсынова. Референдум второй раз в нашей истории проходит. И этот референдум будет иметь особое место в нашей истории. Верю, надеюсь, и сам до этого референдума был во многих коллективах трудовых. И видел, что да, люди задают очень много вопросов, но в целом настроение людей прийти сегодня и сделать свой выбор. И думаю, такой выбор будет сделан. И мы оставим свой след в истории, что Казахстан сделал свой выбор. Известный блогер Бахтиар Умарханов проголосовал на участке номер 169 в школе имени Бауржана Момышила. Участие в выборах считает одним из первых шагов на пути к светлому будущему. Шелчком пальцев каких-то таких глобальных изменений не ожидается. Это понимает каждый, потому что проблемные вопросы на сегодняшний день в нашей стране есть, непосредственно в нашем регионе. Но тем не менее, то, что уже есть такое, что есть такие мероприятия, то есть то, что мы, люди, народ, вносим изменения в Конституцию, я думаю, это дает посыл для еще дальнейших других такого рода мероприятий, которые будут только лишь в пользу нас, обычных простых граждан, которым мы можем решать судьбу страны. Это участок номер 54. Здесь зарегистрировано более 2000 избирателей. На данный момент более 50% из них уже отдали свои голоса. Один из тех, кто пришел голосовать в этот день – председатель общественного Чечено-Ингушского этнокультурного объединения Увайс Джанаев. Вместе с ним участок посетили супруга и двое сыновей. Я, можно сказать, участвовал в работе 31-й сессии Ассамблеи народа Казахстана, где президент Республики Казахстан Касымжимар Камериш Токаев впервые объявил о будущем референдуме по внесению изменений и дополнений в основной закон Республики Казахстан. Айя Мамрина, Нуржан Танербергенов, Нурсултан Исаев, Эльмира Берденгарова, телеканал «Сарарка». По информации на 16.00 в Казахстане проголосовало 60,80%. Карагандинская область входит в число активных регионов. 604 793 человека уже сделали свой выбор. Активные города по голосованию. Город Приозерск 75,45%. Город Каражал 74,04%. Город Шахтинск 69,53%. Города-аутсайдеры по голосованию. Город Балхаш 67,55%. Город Сатпаев 67,31%. Город Семертау 64,64%. Аутсайдерские районы. Улутауски 84,17%. Ахтогайские 82,28%. Щетские 72,91%. Бухаржирауски 70,60%. Абайский район 68,95%. Нуринский район 64,90%. Всего по Карагандинской области проголосовало 68,69%. Это была вся информация, подготовленная к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте kartv.kz. Хорошего вам вечера. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова